Так, ну давайте продолжать. Значит, мы с вами посмотрели, в принципе, наверное, пока закончим с алгоритмами обучения, с устройством нейронных сетей. Это такие базовые вещи, там можно долго, на самом деле, нырять, разбираться. Вот, мы посмотрели некоторые такие общие моменты. Ну, нас в первую очередь интересует, что? Как это математически устроено? Что из себя представляет нейронная сеть? Мы посмотрели, что это, на самом деле, просто набор функций, выходы которых поддаются на вход другие функции. Вот, то есть, в принципе, нейронную сеть можно представить как некоторую сложную нелинейную функцию, стоящую из огромного количества простых элементов. Вот, и посмотрели то, как настраивать свои коэффициенты. То есть, это метод обратного списания ошибки, в первую очередь. Такой наиболее популярный сейчас метод и наиболее такой применимый на практике. Вот, он, конечно, не единственный. Есть еще другие варианты. Мы будем, ну, тоже, скорее всего, чуть позже будем их рассматривать. Вот, но сейчас мы вернемся немножко с неба на землю, и посмотрим пример того, как это может быть использовано. Вот уже даже те знания, которые есть, как они вообще могут быть применены вот конкретно к нашей отрасли, то есть к системам управления. Вот, ну, и такая статья, такая она, может быть, не самая, не первой свежести. То есть, это 2001 год. Есть такие деятели в компании Siemens, которые очень активно занимаются исследовательской работой, пытаются применить искусственный интеллект в различных промышленных системах. Вот, и вот они вот в 2000 году выпустили такую статью, где описали опыт компании Siemens применения нейронных сетей для улучшения качества процессов в сталилитейной промышленности. Вот. Ну, на самом деле, статья, несмотря на то, что она 2000-го годов, описывает результат там 90-х годов. За 40 лет почти ничего не поменялось на 30 лет. То есть, как не было нейронных сетей, массового применения нейронных сетей, так практически их и не стало. То есть, в принципе, там, да, есть хорошее направление, связанное с неинвазивной диагностикой, когда у вас есть некоторая модель процесса нелинейного, но нет датчиков, и вы хотите, у вас есть возможность, например, только раз в день проверять состояние вашего объекта. А вы хотите иметь там поминутное, например, состояние. Вот. То как бы там вот это хорошо применяется, то есть строится нелинейная модель, которая, по сути, прогнозирует состояние объекта в разные моменты времени, и там раз в день она корректируется по результатам там какого-то эксперимента, который какой-то зон там опускает, например, в чан с реагентами, вот, и смотрит реальные концентрации. Вот. То есть, такие подходы, они, конечно, хорошо себя зарекомендовали. Неплохо себя зарекомендовали различные модели там для оценки. Ну, по сути, это некоторое тоже развитие там по оценке там, по моделированию объектов. То есть, построение таких моделей, типа черный ящик, когда у вас из данных там статистическим путем с помощью там этих методов там того же обратного состояния ошибки подбирается некоторая там нелинейная функция, которая позволяет, ну, описывает то, как ведется объект, грубо говоря. Вот. То есть, такие вещи хорошо идут. Вот. Ну, управление, оно, конечно, намного сложнее. В первую очередь, опять же, вот вспоминая предыдущие 40 минут, когда я вам показывал, как легко обмануть нейронную сеть, то есть, добавив буквально какие-то шумы, нейронная сеть начинает с ума сходить. Вот. То есть, у всех, кто занимается там промышленными системами, у них всегда вот страх интуитивный. Они, может быть, они не знакомы с этими статьями, где вот такие простые изменения приводят к катастрофическому ухудшению качества. Вот. Но интуитивно они понимают, что если они не знают, как устроена система, то гарантировать ее работоспособность они не могут. Вот. Ну, здесь, конечно, с другой стороны, в промышленных системах всегда есть система безопасности, которая там в случае чего всегда водичку сольют, там пару выпустят или просто там заглушит ваш реактор для того, чтобы там не произошло взрыва. Вот. Поэтому, конечно, такие страхи, они есть, но тем не менее, да, там уровень ответственности в промышленных системах, он гораздо на порядке выше, чем там ответственность там каких-то программистов Google, которые могут там сделать что-то плохое, там что-то поломается, ну, ладно, там сервер простоит, но тем не менее, как бы никто не умрет. Да, будут потеряны деньги, будет потеряна репутация, но никто не умрет. В промышленных системах, конечно, ущерб может быть гораздо больше, в том числе там с трагическими последствиями для тех, кто будет эксплуатировать эту систему. Вот. Поэтому в промышленности, конечно, гораздо реже это применяется, вот. Но тем не менее, вот есть такая статья, была еще, на самом деле, еще статья 10-го года этих же авторов, где они тоже рассказывали про то же самое, то есть там ничего особо не поменялось. Вот. И вот они тут буквально сейчас вот приезжали в Питер для ИТМО, они читали лекции для студентов ИТМО, где тоже вот, по сути, то же самое вот рассказывали. Ну, там не только про нейронные сети, и стилетей, например, вообще, в принципе, про то, как искусственный интеллект применяется там в компании Siemens. Ну, там достаточно много всяких историй, и вот одна из них — это вот история про стилетейную промышленность. То есть они были одни, ну, по сути, они были пионерами применения в промышленности этих метров. Вообще немцы, они, конечно, отличаются от американцев и англичан тем, что они вот не столько дельцы, сколько вот такие изобретатели. То есть достаточно такое интересное отличие. То есть, скажем, скажем, что там американцы вот так вот ездили, что-то рассказывали, практически нет. Вот. То есть они все-таки пытаются какое-то знание в мир нести. Это их очень выгодно отличает. Вот. Ну, собственно, чем эта статья интересна? Тем, что они тут формулируют некоторый подход, такие достаточно разумные идеи о том, как вообще такие сложные штуки применять в промышленности. Вот. То есть если там послушать каких-нибудь гуглопрограммистов, да, то они вам скажут, что вот берете нейронную сеть, там, обучаете и вперед. Вот. Здесь как бы они такие более прагматичные у них подходы. То есть они говорят, что, ну, нет, так не получится. То есть они говорят, что вот есть, в принципе, в любой системе управления есть разные слои, где происходит, как происходит управление, да, что есть там основной контур управления, он отвечает за безопасность и за текущую регуляцию процесса. То есть чтобы у вас процесс оставался в нужных границах, чтобы не было никаких аварий. Ну, и какие-то текущие, текущие параметры, по сути, уставки. То есть у вас есть некоторый регулятор, там, P-регулятор, например, у которого есть задающее воздействие, то есть на каком примерно уровне находиться технологическому процессу. Вот есть сенсоры, которые подают информацию для того, чтобы это управление производить. И у вас вот есть такой стандартный цикл базовой автоматизации, который гарантирует вам некоторое минимальное качество управляемого процесса. Вот. А дальше есть уже уровень управления процессом, то есть это какая-то операторская станция или какой-то сервер на уровне цеха, в котором уже можно выполнять какие-то более сложные манипуляции. В частности, вот реализовывать различные варианты моделирования процессов, которые можно использовать для оптимизации вашего процесса. То есть речь не идет о том, что нейронная сеть будет управлять напрямую процессом. Нет, ни в коем случае. То есть нейронная сеть на самом деле просто формирует сигнал задания для вашей системы, основной системы управления, то есть P-регулятор, условно говоря, например, P-регулятор. Вот. Ну, есть разные вариации. Это может быть не только P-регулятор, это может быть какая-то сложная многоконтурная система, где у вас, например, может быть, там 6 P-регуляторов, там 10 P-регуляторов. У каждого из них будут свои уставки, свои коэффициенты. Вот. То есть вы можете управлять разными вариантами. Ну, здесь на самом деле очень похоже на те идеи, которые мы в адаптивном управлении рассматривали. Когда у нас тоже там был регулятор основного контура, выполняющий задачу управления, да, и был контур оптимизации, который пересчитывал коэффициенты. Вот. Но там не обязательно должны быть коэффициенты, это может быть и просто некоторые уставки, то есть там рабочие точки, которые вы выбираете на кривых управления. Вот. То есть, в принципе, в обычных системах управления этим занимается оператор. То есть у него есть ручка, за которой он крутит, и может там перемещать систему по разным рабочим точкам. Вот. Ну, вот здесь вот предлагается такой подход более такой современный, где у вас есть уже некоторая модель, зашитая на верхнем уровне, и эта модель, она используется для оптимизации системы, то есть улучшения ее качества. Вот. Ну, здесь рассматривается, на самом деле, дальше ряд применений вот этого подхода, то есть как можно использовать. Вот. И особенность всех этих подходов в том, что опять-таки нейронная сеть напрямую не используется, она используется только там, где она здесь действительно нужна. То есть есть всегда в любой задаче возможность некоторой некоторой аналитической работы, то есть подготовки, если мы прямо говорим о моделировании, да, то подготовки некоторой такой скелета вашей модели, аналитического скелета, то есть исходя из каких-то базовых принципов. У вас был курс моделирования системы, это всякие уравнения материального баланса, это какие-то химические уравнения. То есть в зависимости от вашего, от вашей предметной области вы всегда можете сформулировать какую-то минимальную качественную информацию, какой-то скелет заложить в вашей модели, там, вашего закона управления, в котором будут такие определенные серые пятна, которые вы не знаете. Вот. И вот наиболее популярный подход вообще в промышленности, ну, и не только у этих авторов, а в целом, если вы поизучаете литературу, там, если не брать какие-то там, какую-то ширпотребные статьи, да, где там просто берется все, что угодно, применяется нейронная сеть, получает какой-то результат и все, и на этом все заканчивается. Вот. Если брать те статьи, где все-таки люди, авторы доходят до практики, ну, как правило, вот такой подход, он, ну, во-первых, такое выстраивание некоторой такой иерархии управления, когда у вас от технологическим процессом управляет что-то очень простое и понятное, что можно легко объяснить оператору, а все сложно, оно где-то там наверху крутится и так оптимизирует вот этот вот основной контур. Причем в каких-то заданных рамках, обязательно в каких-то заданных рамках, то есть оператор вам разрешает, вот в этом диапазоне вы можете менять уставки, в этом диапазоне вы можете менять коэффициенты, а дальше все, да, за пределы вот этих диапазонов вы выйти не можете, потому что там уже какой-то, там уже будет просто запроектная ситуация. Вот. То есть вот такие вот жесткие рамки, наличие вот такого основного контура и третий компонент, то, что вы должны использовать на самом деле нейронную сеть только там, где это действительно нужно. То есть стараться максимально все-таки решать задачу аналитически, собирать максимальное количество информации, которое возможно с учетом вашего бюджета, вашего проекта, с учетом тех возможностей, которые у вас есть. Вот. И использовать эту информацию, то есть выделять в этой вот вашей аналитической модели, в вашем скелете, выделять серые пятна, которые вы не можете аналитически вывести. И только там уже начинать применять вот такие сложные методы, как, например, нейронные сети. Ну или в целом вообще методы машинного обучения. Вот. В этом основная идея, основная идеология тех проектов, которые они, вот эти авторы реализовывали. Вот. И сейчас вот посмотрим чуть более детально. То есть там они, на самом деле, они занимаются, здесь примером приводится процесс производства стали. То есть у вас, грубо говоря, заготавливаются некоторые болванки. Это такие листы. Потом есть серия прокатных станов. То есть, ну, есть прокатный стан, на котором вот такие вот кролики крутятся, да, и эту вот разогретую мягкую заготовку, они начинают ее как бы прокатывать через нее, да, чтобы добиваться нужной толщины. Вот. И там есть целый набор технологических параметров. Да. И после прокатки есть вот этап охлаждения. То есть такая вот цепочка таких станов, там их может быть 20, такая огромная линия, где вот эти болванки ползут, их там прокатывают, сдавливают с разной силой, потом какие-то реагенты подбрасывают, охлаждают. Вот. И на выходе получают там какую-то болванку. То могут ее дальше там послать на следующий стан прокатный. Вот. И так до тех пор, пока будет не получена там болванка нужной толщины, там равномерности и так далее. Потому что, ну, грубо говоря, вы можете регулировать силу сдавливания в разные моменты времени, пока у вас эта заготовка ползет. Вот. И также регулировать охлаждение, да, чтобы там сделать ее чуть-чуть жестче, например, для для следующего раза. То есть, вот там сначала совсем мягко вы ее прокатали, потом какая-то такая волнистая стала, ее чуть охладили, там потом следующий раз прокатили, следующий раз прокатили. И вот, как бы, такая вот цепочка прокаток приводит к тому, что вы получаете там заготовку нужной толщины с нужными параметрами, нужными свойствами. Ну, такой нетривиальный совершенно технологический процесс прокатки заготовок стальных. Вот. Соответственно, вот вам и управление, да, то есть вы можете управлять по результатам, там, измерения вот этих параметров этой заготовки. Вы можете управлять силой сдавливания, вы можете управлять охлаждением, то есть сдавать некоторые профили охлаждения заготовки. Вот. В этом состоит суть, собственно, задачи управления. Вот. И здесь они вот рассматривают разные варианты, как здесь можно применить нейронные сети. Вот. Ну, во-первых, они тут приводят пример для, то есть первый пример управления, то есть это вот управление сдавливанием этих заготовок. То есть вам для того, чтобы понять, как нужно сдавливать, вам нужно понять, какой будет на выходе толщина этой заготовки, да. То есть в классической системе управления остается по принципу, вот вы измерили толщину и скорректировали, как бы, силу сдавливания. Вот. Но, к сожалению, здесь вы будете слишком поздно измерять. У вас очень сильное временное запаздывание. То есть вы измерите тогда, когда заготовка уже прошла, то есть уже поздно что-то менять. По сути, вам нужно не по обратной связи строить, да, а вам нужно спрогнозировать, какая будет толщина на выходе для какой-то конкретной силы сдавливания. И дальше уже просто подбирать толщину сдавливания так, чтобы на выходе получать нужную толщину. То есть тут речь идет уже не об управлении по обратной связи, а о некоторое управление без обратной связи. То есть это управление, ну, так называемое, open loop, то есть с открытым контуром. То есть вы просто предсказываете, вы пытаетесь на основе предсказания того, как, ну, или, скажем, прогнозирование того, что будет на выходе, подобрать оптимальную толщину сдавливания вашей заготовки. Вот. Ну, и здесь это возможно, потому что у вас там есть, например, следующий прокатный стан, где можно будет, например, уточнить. То есть и как раз-таки за счет выбора подходящей модели, ну, понятно, что прогнозирование делается на основе некоторой модели. То есть модели того, как система себя будет вести. Вот заготовка проезжает через вот эти вот ролики, да, с определенной силой сдавливания. И после некоторого охлаждения, измерив, измерив величину, вот как раз-таки модель будет предсказывать то, какую величину будет, какая величина будет у этой заготовки, толщина, да, в зависимости от того, какие параметры мы вот сюда подадим и какие параметры были на входе. Вот. Вот такая вот система управления. То есть перед въездом в этот ролик компьютер просчитывает разные варианты силы сдавливания для конкретных параметров конкретной заготовки, которая у нас с предыдущего стана приехала, для того, чтобы спрогнозировать, выбрать наилучшую силу сдавливания, чтобы на выходе получить максимально близкое к нужной толщине. Вот такая вот система управления. По сути, это система с прогнозированием и попыткой управления через... Ну, тут такая... Ее сложно классифицировать, потому что по факту это некоторый open loop, то есть с открытым контуром системы, где вы просто закладываете некоторую программу того, как ваши исполнительные механизмы будут работать. Вот. А по факту, как бы, у вас есть вот такой soft-сенсор, то есть программный сенсор, который прогнозирует показания реального сенсора на выходе после того, как все это произойдет. То есть он некоторые делает предположение о том, что будет на выходе, и потом сравнивает его, да. И вот есть... У них вот есть три варианта такой системы. То есть это система просто с аналитической моделью, то есть вы составили уравнение, которое показывает, как толщина зависит от входных параметров и управляющих воздействий. Вот у них есть такая аналитическая модель. Вот. И есть две модели с использованием нейронных сетей. Первая модель — это оффлайн-модель, то есть вы... У вас есть некоторые... У них были некоторые экспериментальные данные. Ну, в принципе, на каждом технологическом процессе есть огромное количество датчиков, которые, по сути, все логируют, всю информацию о том, как происходит процесс производства вот этих заготовок. У них есть показания датчиков, у них есть толщины на входе, там состав материалов. У них есть вся информация о том, как сильно они сдавливали в каждый момент времени. Вся эта информация есть, они вот использовали эту информацию для того, чтобы подготовить некоторую нейронную сеть, то есть для того, чтобы она прогнозировала толщину заготовки на выходе. У них получилась такая оффлайн-модель, которая где-то в лаборатории была обучена, там, на рабочем компьютере, да, у исследователей. Вот. Они ее просто заложили, как есть, вот, в систему, чтобы она занималась прогнозированием. У них есть еще третья модель, которая... Даже, на самом деле, их тоже две. Первая модель, которая периодически подстраивается, там, например, раз в неделю перестраивается, то есть она берет новые данные, которые были получены, на них пересчитывает коэффициенты нейронной сети. И есть прям реально онлайн-модель, которая прямо в реальном времени, там, прошла заготовка, получились новые данные, она скорректирует свои коэффициенты. Вот такие вот четыре модели, они вот между собой сравнивали, и вот получили такой интересный график, где показан процент ошибки, да, то есть, ну, по сути, они достаточно с хорошей точностью прогнозировали толщину заготовки в зависимости от состава, сплава, из которых она создана, силы воздействия, там, и охлаждения, да, то есть, вот показан тут, ну, тут три нейронных сети показаны, да, то есть, тут, на самом деле, аналитическая модель вообще не показана почему-то. Было бы интересно с ней сравнить. Вот. Ну, вот, нам остается только на слове поверить, что аналитическая модель работает хуже. Вот. У них есть статическая нейронная сеть, да, которая обучена по некоторым историческим данным, и, соответственно, она вот показывает такие наибольшие ошибки, то есть, тут какие-то моменты времени, там, до семи процентов, да, ошибка может быть. Вот. Здесь, соответственно, нейронная сеть с периодическим обучением, то есть, там, раз в неделю, например, и с постоянным обучением, то есть, просто вот каждая заготовка проехала, они взяли перенастроить. Вот. Ну, видно, что, на самом деле, эти две не сильно отличаются, то есть, тут даже, даже, на самом деле, не различить, где у них тут разница. Конечно, еще особенность в том, что сама картинка такая не очень удачная, цвета подобраны. Ну, где-то вот здесь видно, что они немножко отличаются. То есть, иногда даже, на самом деле, ну, темпра, видно, немножко там подпрыгивает, но не настолько сильно, чтобы, может быть, и стоило бы, например, непрерывную адаптацию использовать. Вот. То есть, это такая достаточно показательная картинка, что может быть и нет необходимости прямо в такой непрерывной адаптации. То есть, количество данных, которые вы накапливаете, там, после каждого, новых данных, накапливаемых после каждого прогона через такой вот прокатный стан, оно не настолько велико, чтобы прямо сразу же бросаться, переобучать вашу систему. То есть, это говорит о том, что на самом деле этот процесс достаточно стабилен, то есть, какие-то появления новой фруктуации, оно достаточно незначительно. Вот. Поэтому прямо вот бросаться там в первом, как вот здесь нарисовано, в первом контуре тут встраивать какую-то нейронную сеть, на самом деле нет вообще никакой необходимости. То есть, достаточно вот периодически пересчитывать, там, раз в неделю, там, раз в месяц, там, в каждой системе, скорее всего, будет какое-то свое значение, да, пересчитывать где-то вот на внешнем компьютере, делать переобучение. Может быть, даже не вот в этом вот процесс-контрол-центре, да, в центре управления процессом, а где-то там вообще на ноутбуке, там, приезжать раз в месяц, например, с ноутбуком и проводить какие-то регламентные работы по переобучению. Вот, то есть, это такой достаточно интересный результат, который показывает вот уже такое практическое применение. Вот, ну, что вот тут еще? Вот, например, прогнозирование, вот то, о чем мы говорили, да, прогнозирование силы сдавливания этих роликов, да, то есть, вот они тут приводят пример той модели прогнозирования, которую они рассматривают. Ну, модель, скажем так, достаточно интересная, то есть, они интегрировали, как раз то, о чем я говорил, они интегрировали в итоговое решение, они интегрировали аналитическую модель, то есть, у них основу их прогноза составляет аналитическая модель, вот, но в этой аналитической модели есть ряд серых, серых компонент, они обозначены как альфа, бета и гамма, здесь даже написано, да, что это такое, что это некоторые факторы, корректирующие корректирующие результат аналитической модели, и особенность их в том, что они здесь делают некоторый такой комбинированный подход, при котором у них не просто есть аналитическая модель и нейронная сеть, а у них есть на самом деле две нейронные сети, у них есть нейронная сеть, такая статическая, обученная на истории, на истории, такой большой истории, грубо говоря, там за несколько лет у них есть история того, как работал этот прокатный стан, и они использовали эту историю для того, чтобы обучиться для, обучиться распознавать вот эту силу сдавливания, да, на выходе, то есть силу сдавливания для того, чтобы получать нужную толщину, то есть, вот. Есть еще дополнительная нейронная сеть, которая обучается на текущих примерах, то есть это такая, то есть если вот это такая долговременная память, то есть там память о прошлом, об истории, то здесь это такая маленькая нейронная сеть, которая обучается на текущих примерах, то есть конкретно там проехала баланка, и они взяли ее, короче, перенастроили, вот. И из таких вот трех коэффициентов, альфа, гамма, на основе которой считается коэффициент бета, корректируется, формируется корректировка. То есть она, во-первых, используется при как вход самой модели, то есть корректируется, новые значения, так и добавляется к выходу. По сути, делается некоторый выход, которым потом добавляется еще дополнительный какой-то поправочный коэффициент, и получается уже итоговая оценка хилы воздействия, которая потом используется уже для расчета ошибки, и дальше по методу обратного состояния ошибки пересчитывается вот этот быстрый компонент. То есть такая вот простая, ну как просто относительно, ну такая немножко навороченная система, да, комбинированная. Она вот как раз пытается учесть три таких важных компонента. То есть первое это ваше априорное знание, ваше теоретическое знание системе, то есть аналитическая модель. Второе это попытка усовершенствования этой модели, то есть убрать серые пятна в этой модели за счет использования некоторой истории, то есть некоторого исторического наследия, которое есть в вашем процессе, то есть Вся предыстория управления этой системой, она закладывается вот в эту статическую нейронную сеть. Вот есть еще, скажем так, новая, всю новизну вашего технологического процесса, вся новизна учитывается вот в этой нейронной сети, которая вносит коррективы уже в комбинацию модели и статической нейронной сети, которая отвечает за некоторую предысторию. Вот. Таким образом, вы, с одной стороны, максимально помогаете нейронной сети, максимально помогаете вашей системе использовать те априорные знания, которые у вас есть о технологическом процессе, то есть заложить некоторый скелет вашего решения аналитически. Вот. Во-вторых, вы не забываете, что у вас есть огромная история измерений, которые тоже можно использовать для того, чтобы построить модель, как бы улучшить точность этой модели, да. И в то же время вы делаете вашу систему адаптивной, то есть любые новые изменения, они приводят к тому, что ваша вот эта третья нейронная сеть, она начнет потихоньку модифицировать поведение вот этих двух моделей для того, чтобы максимально близко соответствовать тому, что происходит на выходе. Вот. И такой вот комбинированный подход, он обладает рядом преимуществом. То есть вы, с одной стороны, более-менее уверены в том, как ваша система устроена, то есть у вас основную доминанту занимает вот эта вот модель, да. Потом вы эту доминанту улучшаете за счет вот такой модели, то есть закладывая некоторую большую историю. Вот. И, кроме того, вы готовы к любым изменениям в этой модели за счет того, что у вас есть вот третья компонента, которая модифицирует предыдущие первые две. Вот такой вот подход, он выглядит достаточно реалистичным. И самое главное, видите, они его применили на практике. В частности, они вот приводят примеры уже прогнозирования силы. Вот здесь, на самом деле, вот внизу измерение, да, по х, это то, что измерено, по у, то, что в реальности выдала система, то есть прогнозировала. Вот. И здесь надо понимать, что вот кривая, которая идет через середину плоскости, то есть один к одному, там два к двум, это как раз-таки идеальный вариант, когда у вас измерение полностью соответствует тому, что вы спрогнозировали. Вот видно, что вот большинство точек, оно укладывается в небольшой канал, тут отмечен пунктирными линиями, который говорит о том, что на самом деле точность системы достаточно высокая, то есть вот это прогнозирование, оно, в принципе, оно действительно работает. Вот. Это то, что касается, вот видите, тут больше чем 90%, 98% ошибок, они укладываются вот в такой интервал, но тут, правда, не написано, какой процент у этого интервала, да, насколько вот она ошибается. Ну, тут какие-то доли процента, собственно, то есть в основном она правильно прогнозирует, такая вот хитрая схема. Вот. Но это вот то, что касается, то, что касается модели прогноза силы сдавливания. Вот тут показана, да, старая модель, это как раз аналитическая, вот, сказать, то, чего до этого не было, то есть аналитическая модель, показана разница в улучшении, да, то есть что, что, собственно, можно было улучшить, применяя вот такую вот сложную модель. Вот, собственно, да, там для, ну, в среднем, да, где-то 10% точность повысилась, вот, ну, есть где-то вот для каких-то сплавов, видите, она хуже стала, для нее, не обе, вот. Вот, ну, тем не менее, в основном, для каких-то, наоборот, вот, просто принципиально лучше стало, то есть для, не помню, что такое селдом, неважно, значит, для каких-то прям чуть ли не в полтора раза точнее стало. Вот, ну, чем это помогает, да, если вы можете точнее прогнозировать силу сдавливания, которую нужно, чтобы получить нужную толщину, тем меньше вам нужно будет итерации сделать по прокатке, то есть по разогреву, охлаждению и сдавливанию. А вот эти процессы, они очень энергоемкие, и, на самом деле, это огромные потери ресурсов на таком вот процессе. Вот, поэтому улучшение в полтора раза, на самом деле, это просто колоссальная экономия по энергии, на самом деле, а энергия – это, как известно, деньги. То есть это, как минимум, топливо, там, газ, который вы сжигаете, чтобы разогреть вашу заготовку, там, крутить эти ролики, сдавливать и, там, расходовать воду, охлаждать ее, там, ну, и так далее. То есть каждый прокат лишний, каждая итерация проката – это дополнительные деньги. Вот, поэтому, если вы в полтора раза уменьшили, увеличили точность вашей модели прогнозирования, значит, что вы в полтора раза реже будете прокатывать. То есть в полтора раза меньше, вместо 15 прокатов вы будете использовать всего 10 таких итераций. То есть вы в полтора раза уменьшите расходы энергии и в полтора раза уменьшите трудозатраты, трудозатраты, энергозатраты. То есть, как бы, себестоимость производства сразу резко уменьшается. Вот, поэтому это как бы уже не просто какие-то котики и собачки, да, это, в принципе, такая достаточно полезная вещь, пример вещи, которая достаточно полезна. В этой системе тут много-много неизвестного. Конечно, что никто не вам не расскажет, что вот это за модель, что она из себя представляет. Что такое старая модель, что такое новая модель. То есть, мы можем только гадать о том, что вот здесь была за архитектура, какие здесь были алгоритмы, но вот общая идея такая, что вот такой подход у них сработал. Состоящий из трех компонент. То есть, из аналитической модели, из статической сети, в которой заложена некоторая предыстория управления процессом там, наверное, несколько лет. И вот такая динамическая компонента, которая отслеживает текущие вариации. То есть, например, появился какой-то новый материал в вашем технологическом процессе, она постепенно там под него подстроится. Вот, за счет того, что скорректируют поведение вот этих двух компонентов. Вот, но мы, наверное, сегодня дальше пока не будем двигаться. Там дальше еще другие примеры есть. Вот, мы их в следующий раз посмотрим. Вот, поэтому на сегодня все. Давайте тогда через неделю продолжим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!